так скучно вы мне что-то говорили да я с вами поздоровался а здравствуйте конечно я просто не расслышал бывает бывает звук не сразу погружается в рулетке о чем поговорим о чем угодно вообще политика история война политика история война знакомые темы а может быть откуда а вам зачем иметь представление с кем общаюсь прекрасный украинский город герой харькова вы откуда город герой москва политика история война о чем поговорим пожалуйста выбирайте темы как вы считаете отличаются нынешние цели российской федерации на территории украины и те что были озвучены двадцать втором году если нет то в каких из них достигли успехов если отличаются то какие наконец-то с целью а вы же понимаете что могут быть заявленные цели и не заявленные цели я же вопрос поэтому и задал такой вот я считаю я вам сейчас открыто скажу заявленные цели были весьма абстрактные не заявленные цели и они там по моему мнению не явные и это барабанная дробь это уничтожение украины как государства получается и пока этой цели не будет достигнута как бы ничего не прекратиться это мое мнение ясно понял не закончится ли раньше могу объяснить в 100 строчках почему это так как бы ну я не вижу смысла в этом я вам просто говорю что реальные цели были дал не закончится ли российская государственность нет конечно почему то читать ну потому что нет предпосылок для этого давайте 100 строчек почему украинская государственность закончится ну я не говорил что давайте 100 строчек вы сказали что вы можете вы можете 100 строчек озвучите пожалуйста мужик подменяешь понятие это низко было вам даже базар не отвечает я могу 100 строчек по поводу причин сказать пожалуйста пожалуйста давай 100 строчек причины подменяешь понятие давай 100 строчек давай хорошо извините что давай 100 строчек причин давай по поводу вторжения да давай 100 строчек причин я готов да знаешь это у нищих нет рабов у нищих нет рабов у меня нет рабов согласия вообще против рабовладения давай давай 100 строчек причин каких ну которые ты хотел мне сказать мы ждем потому что папа 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 потому что потому если ты будешь меня передергивать я с тобой вообще не я предпочитаю там не передергивать только себе вот и передергиваю своим мужик дальше давай удачи не успел передернуть какой ужас про просто обсуждаешь политика история война политика история война понятно хорошо да очень обсудим давай что интересует я планет современная не знаю сейчас происходит а что сейчас происходит ну разрушают украину такие россию тоже нпз сколько уже сгорело в ростовщине да это мы все установим то же самое скажем и все восстановим жду у нас тоже все есть нормально не переживать то есть кредиты достаточно ну пока кредитов нет кредитов нет пока нет причем самое интересное кредитная ставка по выдаче кредита украине от мвф кредитная ставка гораздо гораздо ниже гораздо ниже чем у россии почему-то хотя украины более плачевная ситуация ты считаешь что твоя страна живет на свои деньги я считаю что у нас сейчас я считаю что у нас сейчас идет война с федерацией ну и ты мне не ответил на вопрос это ответ что твоя страна живет на свои деньги счетом того что сейчас у нас 90 даже не собрал 80 процентов бюджета идет на оборону а могло идти на развитие туда нам приходится брать деньги извне но снова ж таки те же самые но снова ж таки 9 снова ж таки 80 процентов от тех денег которые нам уделяются это скажем так гуманитарная помощь а до этого мы также бы брали кредиты как и российская федерация как и любое другое государство потому что это очень выгодное действие очень много государства развинутых живут по сути развину тогда живут по сути русский не мой родной язык не простите живут в кредит к примеру то же самое к примеру то же самое примеру то же самое то же самое соединенные штаты от их золотовалютного резерва около 200 процентов получены кредитов и нормально это нормальная практика ну что ты вообще начнем с того что они печатают это система не касается как ты не касается как касается только наоборот как касается только наоборот у меня к тебе вопрос есть не ну подожди вот если жду подожди жду ну сказал подожди и ровну подожди жду ну вот если я давай соберись да по сути это называется фашильма манечество я смогу купить любой ресурс на этой планете ну распечатай посмотри как ты купишь распечатай посмотри как ты купишь это шлой ну блин давай берем то что штаты печатают деньги правильно когда штаты печатают деньги больше чем у них есть золотовалютного резерва то курс доллара падает у них было так у них были так у них были такие ситуации когда они запускали печатный станок от того что начать больше денег чем них позволяет золотовалютный резерв и таким образом у них курс доллара падал если ты не в курсе то примеру то же самое экономика соединенных штатов как и вся мировая экономика точно так же страдает если обратить внимание на примеру посмотреть обстали добрый один дома фильм наверняка ты его смотрел на новый год мальчик ходил мальчик тогда скупился когда скупился и это мне перебивать я сейчас я все равно закончу я все равно закончу удачи давай просто мужчина с новым годом здравствуйте чего обижаетесь на мужчину бывает не вижу я констатировал факт что ты делал не кричите мужчина вас так слышно я понял мага ты не понимаешь на обижен на обиженных воду льет о чем ты говоришь да могу узнать что давайте политика история война война давай давай скажите как воюете как воюете прекрасно курска себе отжали отжали всю полностью или там отчет осталось только волость сколько там сколько это 1500 километров подвратных по дипстоит по дипстоит это 850 и еще 400 неопределенно об официальном а по официальным заявлением это 1500 плюс-минус потери какие никто не знает если у вас есть официальные цифры какие-то точные то я сразу все знакомлюсь с ними не ну у меня есть пленных у вас пленных у вас вы взяли сколько вы озвучили сколько я знаю что за два дня курской области так сдалось больше чем вы захватили всего курс только это сколько это сколько брать ну смотри только за два дня сдалось ваши 268 человек захваченный понял а ваших без боя сдалось около 3000 а 200 и 300 ты 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 3000 это что цифра число больше подожди даже за два дня отряд где рассказал про 3000 ты сказал 3000 где-то 3000 был сырский сырский много чего говорит да ваш русский командир русских не вруч он же русский а русские не врут но это ваш 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 русский он сырский русский да но вы русский я нет когда протрезвеете с курской области когда протрезвеете с курской области а я не пью я практически не пью я понимаю я вижу да 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 хорошо что сзади тебя сказал что практически не пешки игры что не пью употребляем сильно ну судя по твоей дикции ты вообще не в одном глазу я вообще не пью на спорте я заметил но это хорошо покажи видно показать тебе 8 сантиметров показывать я не хвастаюсь я не украинец не показывает только украинцы показывает что понятное дело ну да ну да ну скажи чем потери один как к скольки один в десяти ну смотри если согласно 10 10 русских если согласно если согласно алексу того же саму алексу отчетом которые они сейчас ведут соцсети x когда выкладывают google доки с видео отчетами с нашей с вашей стороны то сейчас соотношение потерь по технике а по технике можно примерно и посчитать количество двухсотых трехсотых до соотношение по технике это где-то один к четырем где один это наша техника этой такой закрытых данных то что берется то что анализируется а 4 это ваша вот смотри смотри батаре вы сидите в обороне вы сидите в обороне в курской области где-то а под нападать ну а где вы нападаете мушки ну ваш мест назвать курска курска только курска подожди почему курска а где еще да я же не буду тебе еще тебе мало назовите и рано это знать рано а где-то еще нападаете ну тебе рано это например но мне ну я не знаю потом потом тебе скажут ну нет кто скажет расскажет или кто сметан расскажет я понял я ничего не слышал что сказал ты как-то сильно психовал нет я психовал сметана у нас там где-то какой-то это рассказывает боевые действия сметана или какого-то светана или кого-то сметана я понял не понял вот этот сметан рассказывает классные вещи сметану это вот с арестовичем вот ты когда дай ну поймешь как-нибудь не знаю я же еще раз я вас там всех перечислять не знаю это вы там всех наших телеведущих знаете а я ваших никого не знаю вы мне каких-то там сколобеевых называете мне вообще не понятия не имею кто и эти вообще никого не называл сейчас ну я просто говорю ваши называют его не вот он смотри куда можно смотреть куда смотри когда вы нападаете куда смотреть подождите да 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 конечно так 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 да говори слушать еще раз а то будем разговаривать все у тебя хорошо да 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 иди добрый вечер ну или уже ночь в зависимости от вашего восприятия времени да совершенно обычное восприятие времени после 12 ночь у меня значит еще до 12 значит по вашему логике у меня еще вечер а у вас сколько времени 11 а еще до полуночи согласен да да тогда добрый вечер о чем общаетесь политика история война понял 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 откуда вы прекрасный украинский город действительно герои тут не поспоришь а вы город герой ленинград ныне санкт-петербург рожден в городе ленинграде ныне живу без санкт-петербурге то есть вы откуда из россии а город санкт-петербург теперь услышал политика история война не контролируя миграции неконтролируемые миграции откуда куда средняя азия откуда куда узбекистан таджикистан киргизстан куда в россию а из россии крупные города россии что из россии отток умов вот вопрос у вас если у вас идет иммиграция из этих государств то получается у вас население должно становиться больше как минимум население становится получается больше безусловно интересно ясно российской федерации эти люди не являются вот смотрите вот у вас 1991 году население согласно переписи было 148 миллионов допустим так четырнадцатом году мы к себе присоединили территорию где проживало 2 миллиона правильно это мы говорим про крымскую республику а про крым про крым тогда еще до не знаю еще раз и не раз согласен а в двадцать втором году вы все присоединили еще четыре области согласно переписи вашей на которой проживает 9 миллионов верно почему у вас сейчас 146 миллионов я не знаю я не считал я говорю ваша специальная статистика федеральная служба государственной статистики у вас двадцать первом году 147 миллиона 24 году 146 миллионов если у вас если у вас приток если у вас приток 9 миллионов почему у вас население на 1 миллион меньше куда делась еще я не во всем доверяю статистике согласно вашей статистике по потребности хлеба населением у вас 80 миллионов согласно статистике по бракам и семье у вас наличие семьи и отсутствие семей и принципе с детьми у вас 90 миллионов согласно федеральной службы государственной статистики счетом добавления 9 миллионов у вас 146 миллионов какая из этих трех цифр более правдиво как вы считаете я не могу сказать я не давайте поговорим про демографию российской федерации таком случае давайте если давайте говорить российской федерации заодно мы можем зацепить и демографию украины тоже у нас даст жестокая демография связанная с войной и аннексии наших территорий здесь с вами согласен у нас она с этим связь а у вас чего так а у вас чего так чего так что с демографии до объективно объективно за все время управления страной так скажем до одной партии одним руководителем не было принято ни одного закона который был бы направлен на улучшение бытовых условий и каких-либо условий граждан работающих на этой территории не зарабатывающих работающих 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 что касаемо демографии безусловно безусловно я считаю что это самое очевидное из причин на текущий момент такой миграции жителей средней азии в нашу страну не мы сейчас говорим про демографию только что с демографией 11 максимум 2 ребенка в семьях это плохо какая демография это двое тонко это стагнация в китае один максимум 2 тонко они растут у вас максимум один максимум 2 тонко у вас падает жить и пожалуйста про математику как если в семье из двух человек рождается один ребенок как может быть прибавка а как уважаем прибавка за счет чего объяснить а как у китая прибавка причина того что они не выдают никого гражданство за счет чего объясните вот смотрите еще раз китае точно такая же статистика по рождаемости один максимум 2 рикка но у население растет у вас статистика один максимум 2 рикка но у вас население падает как это связывать да я никак не связываю вы слышите что вы говорите а в один и почему-то почему тогда в китае растет двое человека дает дают одного человека за счет чего растет население но в китае растет то есть на вопрос мне задали или просто мне кажется что вы подали это как утверждение что в китае рождаемость до 1 человек в семье и они растут это я утверждаю а потом задаю вопрос а почему тогда в китае растет так я вам вопрос задаю уложи аргумент что потому что один но в китае тоже один почему у них растет почему почему растет ну если по вашей логике что листок у вас логика у вас логика что если один ребенок в семье то население убывает в китае один ребенок в семье население увеличивается логика ваша не работает а с чем связана продолжительность жизни с условиями жизни с условиями труда качеством питания и далее качество питания везде одинаково ровно счетом сколько ты можешь себе позволить снова таки сколько ты можешь себе позволить чего и сколько продуктов и каких проблемы с продуктами проблем с продуктами на территории российской федерации нету мясо достаточно зерна достаточно яблок 87 процентов на 87 процентов обеспечено чего природные если у тебя изначально было три человека двое из них уходят и остается один человек за счет чего китае же растет ты не ответ на вопрос но смотри твоя логика что раз семья из двух человек один человек рождается значит где будет демография но в китае такая же ситуация семья из двух человек один а за счет чего у них растет видишь твоя логика что из-за того что рождается всего один так не работает суши мы уперлись собой на самом деле ты не можешь ответить на вопрос на какой на какой пусть у тебя логика у тебя логика что за счет 1 но эта схема не работает потому что в китае такая же ситуация в америке вообще-то вообще ситуация кардинальная у них очень много семей у которых вообще нету соединенных штатах соединенных штатах америки очень популярная тема такая что семья так и не заводит себе берет кого-то из приюта потому что заводит только тогда когда понимаю что максимально готовы могут его обеспечить а уже тогда поздно и заводит и кого-то усыновлять кто уже у кого-то давно родился поэтому снова вопрос у тебя логика твоя не работает здесь есть я могу привести пример государства которых вообще день и практически не рождаются ты можешь мне объяснить как работает твоя логика когда из двух людей получается один и это прирост в демографии как это я тебя задаю вопрос почему в китае растет тогда до свидания получается получается давай давай